ну всем здрасте я совершил то чего рекомендую вам никогда не повторять я будучи в евросоюзе заказал посылочку из старой доброй англии я думаю что я на такое больше никогда не решусь потому что эта вещь не стала ну наверное дороже ну практически как новая японская болгарка вы уже понимаете о чем идет речь я только исключительно ради контента заказал такую посылочку сегодня я ее получил я заплатил за нее за растамаживание за ндс слава богу похоже не взяли за таможню там ноль стоит но я заплатил за ндс от этот ндс порядка 21 процента то есть в общем то я общей сложности сейчас просто вы удивитесь да что за старую вещь можно столько заплатить вот но я заплатил по моему мне кажется что почти 1600 или 1700 крон то есть в общем то цена новой японской макиты супер-пупер навороченный друзья не поверите но это да это болгарка английская блэк энд деккер вот мне тут ее закрутили чтобы видимо я шнурок не потерял и под английскую розетку придется кстати говоря видимо переставлять розетку с английской розетки на интересно когда давайте сравним я буквально не там ремонтировал это болгарку китайскую я отключу ручку она не мешала у меня ощущение что она меньше то есть она выглядит абсолютно также очень сильно потрепанная английская пока она выглядит абсолютно также и у нее та же самая модель cd21 на хер ты и открутишь тоже пластиковый кожух похоже подшипники да давайте сравним эти то есть они не идентичны похоже но не идентичны мне кажется что корпуса алюминиевые одинаковые это вот отремонтированная моя китайская maiden people републику в чайна и мы здесь указывается двенадцатый год а здесь две тысячи третий видите 27 июля есть тоже кстати стоит 20 корпус ощущение что корпус здесь длиннее китайца эти то есть немножко другая форма короче меньше ну очень конечно похоже ну в другом месте стоит винт то есть в общем то честно говоря про кстати что самое странное что ее держать удобней но у них есть разница 710 и 700 ватт с нами китайские вообще странное ощущение что ее руках держать поудобнее зеленых страны они диаметр разных так корпуса очень похоже очень ну кнопочка резиновая живая поэтому теперь тоже желаю краска тут которые я сдирал они практически идентичные практически сестры встретились в принципе мне нравится просто безумно дорого просто безумно дорого то есть прямо даже не знаю мне кажется проще заказать шнур чем переделывать этот английский но вот заказать шнуры мне кажется будет дешевле ну шнур заказать для замены просто заменить его на новый английский оценить чтобы она просто нормально работала уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху хоть мазут они уже но фиксатор живой всю порядке шестерни живые износ небольшой присутствует на самом самом начале гаечка на месте все на месте шестерни в лучшем даже состоянии не знаю если тут уплотнитель втулка опять же такая же точно как была на старом подшипники сожалея не увижу интересная гайка а гайка то другая гайка то лучшие английская а а Ничего себе! Резиночка вставлена для фиксации диска. Такого ничего нет на этом. Специальное нарифление для того, чтобы фиксировать диск. Да и форма у неё другая. Обалдеть. Так, храненько. Снимаем, смотрим. Полища здесь, конечно, много. Мне нравится не горелый запах. Ммм, кстати, как огромные изношенные щётки. И даже ещё их много. Мне нравится не горелый запах. Смотрите, тогда восстановление этой новой болгарки, я думаю, что будет интересно. Хотя, в принципе, я уже, да и вы месяц со мной уже знаешь, что у неё внутри. В первую очередь мы увидим, какие подшипники. Это интересно, да, что, в общем-то, в Англии ставили. Живые ли они сейчас? Щётки, как я вижу, живые абсолютно, да. То есть, они сточились, но они сточились гораздо ровнее. Вот эти вот огрызки уже. И они наискось сточены. А те сточены очень равномерно. Их там две трети ещё. То есть, как бы, в принципе, то есть, её только вот внешнее состояние, да, пыльное, грязное, и нет щитка. То есть, надо будет просто найти где-то эту старую, сгоревшую, может быть. Хотя, вот, я думаю, что они не сгорают. В реале какие-то прям уж очень надёжные эти болгарки оказались. Ну, и удобная она, опять же. То есть, вот как бы вот этот корпус мне очень нравится. То есть, вот. Но она мощная, конечно, 700. Поэтому здоровый такой вот корпус. То есть, руками-то, вообще-то, уходить сложновато. Вот. Методика восстановления уже, в принципе, изучена. Часть подшипников есть. Вот подшипник есть, вот колечко для уплотнения. Может быть, другое, конечно, поискать, чтоб свободней было. Но вот смазка есть, опять же, для восстановления уже есть. Но вот подшипники заказать, в принципе, не проблема. Там один подшипник есть. Нужно заказать ещё три подшипника. Один маленький. один вместо втулки и один на еще один, ну как бы небольшой, не помню какой. Вот. Смотрите, будет интересно. Всем спасибо за внимание. Пока. И не повторяйте этого дома. Ну, потому что не покупайте, не покупайте из Англии. Я не знаю. Потому что это дорого. Потому что это дорого. Ну, наверное, правильно. Получается. Слишком дорого. Купить кишевры. Я за китайскую такая стоит здесь купить. Ну, с хрон 500. Ну, это английский. Ну, только пластик английский. Цвет английский, зеленый, горночный. Ну, и на этом. Хотя, в принципе, ощущения какие-то другие от нее. Я не могу понять, почему. Уж пластик чуть другой. Уж потому, что этого нет защиты. Но странно. Оно такое ощущение, что оно как-то более легче. Ну, поесть чем заняться. Надо разбирать. Какая-то. Субтитры подогнал «Симон»